Людмила Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в прошлом году завершилась реализация пятилетней государственной программы, которая была направлена на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По сути, сегодня уже можно говорить о том, чего удалось достичь за эти годы. Скажите, каковы итоги? Да, конечно. Пятилетняя программа закончилась. Это пятая государственная программа в Республике Беларусь. И одно из важных направлений, которое было в этой программе, это специальные инновационные проекты, которые проходили по нашим чернобыльским территориям. Это создание новых производств, это внедрение новых технологий, это новые рабочие места, это закрепление специалистов, молодежи на этих территориях. Опыт показал то, что люди возвращаются на свои территории, они хотят жить, и для нас это самое важное. И, естественно, для того, чтобы они жили, у них должны быть рабочие места, у них должна быть возможность жить и развиваться на этих территориях. Людмила Вадимировна, вот ты на ближайшие пятилетия уже так же построены, уже, по сути, в эти дни реализуются планы. Вот, скажем, чем новая программа отличается от предыдущей? Ну, вы прекрасно знаете, что, к сожалению, Гобинская область больше всего пострадала в Республике Беларусь, и поэтому для нас очень важно получение чистой продукции на грязных территориях. Поэтому те защитные мероприятия, которые проходят в агропромышленном комплексе, они остаются важны и на эту пятилетку. И, конечно, второе важное – это развитие территории, социально-экономическое возрождение, те новые предприятия, которые на этих территориях уже существуют, вот их развитие, их совершенствование, внедрение новых технологий – на этой пятилетке это тоже остается. Тем более продукция наших предприятий, взять, допустим, Хойницкую, нашу мелковиту, она экспортируется в 8 стран мира, вы знаете, тот же Красный Мазирянин, значит, и в других районах. Это очень важно для развития имиджа этих территорий. У нас в прошлых пятилетках и сейчас остается, естественно, тема медицинского обслуживания нашего населения. Это всеобщая стопроцентная диспансеризация. То есть каждый человек, который проживает на территории радиоактивного загрязнения, он имеет возможность полностью пройти обследование. Это наши центры радиационной медицины и экологии человека. У них там есть целое отделение для людей, для ликвидаторов, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии. Они могут тоже пройти там медицинское обследование, здоровиться. И, естественно, остается и был в прошлой пятилетке, и сейчас остается блок. Это бесплатное питание и оздоровление школьников, которые проживают на загрязненных территориях, которые отдыхают и на территории Гомельской области. У нас имеются великолепные детские оздоровительные центры с великолепшим медицинским оборудованием. То есть они не только оздоровляются, но и проходят медицинское обследование и оздоровление в этих детских центрах. Людмила Владимировна, Вы озвучили эти направления, которые получат свое развитие в новой программе. А, скажем, есть действительно те вопросы, которые уже не актуальны? Конечно, за те 30 лет, которые прошли после аварии, у нас завершено переселение граждан на чистые территории. Все люди, которые имели возможность, они написали заявление, переселены на чистые территории. У нас очень построены прекрасные больницы во всех наших районных центрах. У нас многие и в районных центрах, и наши областные центры, они оснащены прекрасным медицинским оборудованием. Очень многие населенные пункты и газифицированы, и проведены дороги, и водоснабжение решены вопросы, и построены артезианские скважины. Это все были за эти 30 лет. Людмила Владимировна, в этом году, 26 апреля, исполнится 30 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Скажите, как Гомельщина готовится встретить этот день? Самое основное мероприятие, это, конечно, у нас грандиозный галоконцерт, который состоится в Ельском районе с участием представителей всех делегаций всех областей Республики Беларусь, всех коллективов Республики Беларусь. И, конечно, традиционно в эту дату мы ждем приезд главы нашего государства, когда он не всегда уделяет внимание Чернобыльским территориям, поэтому у нас такое с очень красивым названием «Возрождение». Это одно из основных мероприятий. А, конечно, мероприятий очень много. Их более 500 по всей Гомельской области. Это и митинги, и фестиваль переселенцев в Хойницком районе, и возложение цветов к памятнику Игнатенко в Брагине и в других районах, к памятнику скорби в Хойниках. Это и в ночь перед 26 апреля молодежь со свечами пройдется по территории того же Хойницкого района. Это и научно-практические конференции, на которые приезжают ученые со всех стран мира, с Японии, с России, с Украины, с других стран мира. Это и веломарафон, посвященный Чернобылю, который перед дверью 26-го и потом будет заканчиваться. Это и Брагинская десятка в Брагине, такое спортивное мероприятие. Это и легкоатлетический пробег колокола Чернобыля, который тоже посвящен этой дате. Это и классные часы, которые пройдут во всех наших школах, в детских садах с участием ликвидатором, который будет рассказывать о том, каким образом были ликвидированы последствия аварии и в мае 86-го года, как потом все это происходило. Потому что на территории Гомельской области проживает более 30 тысяч участников ликвидации последствий аварии. Людмила Владимировна, огромное вам спасибо за интервью. Пожалуйста.